Сегодня на коврах спортивного комплекса «Рыж» встретились более двух сотен классиков со всех уголков республики. Главное событие Татарстана в мире греко-римской борьбы в Нижнекамске проходит регулярно. Конкуренция возрастает с каждым годом. Это не кубок республики, здесь личное первенство у нас. Ну, то есть каждый может здесь себя показать, каждый выиграть может. Состав такой, это дети. Сегодня он лучше борется, завтра хуже борется, это такие. Вы посмотрите, какой каскад приемов на ковре. Ребята делают приемы, пытаются, рвение чувствуется, да, хотят победить. Честь Нижнекамска отставили воспитанники «Дю США» «Динамо». Хороший отпор нижнекамским классикам дали заинские борцы. На соревнованиях привезли 12 человек. Первые круги гости прошли без поражений. Первый бой я отборолся, зашел в пину и кинул прогибом, потом повалил на душе. Второй бой, вначале меня кинули, но я не потерялся и начал делать накат. Основную ставку уже делаем на более опытных ребят, которые уже занимаются у нас 4-5 лет. И весовых категорий 29 килограмм, 35 килограмм и 50 килограмм. Рассчитываем, что эти ребята зайдут в призеры, будут призерами. На турнирах свои силы проверяют юноши 12-13 лет. Возраст, когда накал борьбы в каждой схватке высок, а предугадать исход поединка не представляется возможным. Шансы попасть с призы есть у каждого. Эти борцы – юношеский резерв сутростанской сборной. Многие пополнят состав республиканской команды. В этой возрастной группе, я скажу, 15 весовых категорий, подполагается. Ну и, естественно, в этих весовых категориях участвуют примерно не меньше 15-16 человек. Вот так вот участвуют. Где-то в тяжах чуть поменьше, потому что это мелкий возраст, там чуть поменьше. А в средних весовых категориях прям по 20-26 человек. График насыщенный, страсти на коврах и за их пределами кипели нешуточные. Оно и не мудрено при таком количестве борцов в каждой категории. Тактика у каждого своя. Общая только цель – золото. Я боролась в первой схватке. Это для меня было очень легко, потому что вышел маленький малыш. И он боялся меня. Но ему судья объяснил, что лучше не надо бояться и бороться. Надо вести себя спокойно, завязывать ручку и кидать на прыг. И все. Вот так масштабным турнирам классики подверли итоги соревновательного сезона. И самое главное – отдали память и тем, кому им сейчас обязаны мирному небу над головой. Кирилл Давкаев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Рафаэль 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 Р